Мир вам, дорогие дети, дорогие сёстры, дорогие братья! Пожалуйста, откройте первое послание Петра, будет вторая глава с 19 текста. Первое послание Петра, вторая глава с 19 текста и до 23 включительно. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Сегодня мы с вами празднуем Вечерю Господнюю, и центр нашего внимания – это, безусловно, наш Господь Иисус Христос. Агнец Божий, который страдал и который умер за наши грехи. В то время, когда Петр писал эти два коротких письма, направляя их к церкви, церковь проходила очень тяжелый путь испытаний. Это были тяжелейшие гонения на церковь. И апостол Петр и в первом, и во втором послании очень много обращает внимания на то, что церковь должна взирать на Господа Иисуса Христа, идти по Его следам, независимо от обстоятельств жизни, независимо от степени гонений и страданий. Это задача церкви – идти след во след за Христом. Знаете, я вот когда читаю первое и второе письмо Петра или послание, я удивляюсь одной вещи. Вот скажем, если бы я был на месте Петра, когда я тысячу дней и тысячу ночей мог быть Бог о Бог со Христом, я бы написал совершенно другие послания. Но то, что написал Петр, будучи тысячу дней и тысячу ночей рядом, Бог о Бог со Христом, абсолютно в разных обстоятельствах, еще раз повторяю, я удивляюсь то, что написал Петр. Интересно, что в этих стихах, вот мы с вами прочитали 21-й и следующие стихи, Петр пишет, «Ибо вы к тому призваны, после того, когда он пишет, что угодно страдать, помышляя о Боге, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за вас». И дальше. «Оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». И вот следующие два текста, следующие два текста, апостол Петр, или в следующих двух текстах, апостол Петр пишет о трех вещах, которые Христос никогда не делал. «Если бы мне была дана возможность быть со Христом, я бы обязательно описал все, что Христос сделал. Я бы описал, что Он говорил. Я бы описал, как Он говорил. Может быть, я постарался бы описать Его внешность, как Он выглядел. Не правда ли любопытно для нас? Но тот человек, который был столько времени рядышком со Христом, внимательно наблюдая за Ним денно и ношно, в итоге, спустя много лет, он берет перо и пишет. И удивительно, он пишет вещи, вспоминая жизнь Господа Иисуса Христа, вещи, которые Христос в своей жизни никогда не делал». Друзья, знаете, есть вещи, которые мы с вами не делаем, а не значительно важнее тех, которые мы с вами делаем. Оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. В одной семье отец, мать, рос сынок. Отец был горький пьяница. И вот всякий день, в конце дня открывалась дверь. В этот дом заходил, а точнее не заходил, а вваливался пьяный отец. И когда он приходил в этом состоянии, он постоянно садил своего сыночка и читал ему проповедь. Говорит, «Сынок, я пью от очень тяжелой жизни». И начинал объяснять, в чем тяжесть его жизни. Но, дорогой, когда ты вырастешь, когда ты вырастешь, я прошу тебя, пожалуйста, никогда не иди по моим следам. Пожалуйста, никогда не делай то, что я делаю. И вот так постоянно отец воспитывал своего сына. Однажды утром, когда сынок проснулся в своем доме, походил по дому, папы нету. Какой бы ни был папа, папа есть папа для сына. Походил по комнатам, посмотрел, папы нету. Подошел к выходу, посмотрел, нету папы на опове. Открыл дверь и выпал первый такой маленький красивый белый снег. И он увидел эти следы, что куда-то ушел отец. Он вернулся, обул какие-то отцовские башмаки, накинул себе одежонку и просто пошел след во след. Эти следы привели в пивбар. Он открывает дверь, отец сидит с дружками, повторяя то, что делал. Когда отец увидел своего сына, он разразился гневом и сказал, сынок, я же тебе говорил, никогда не делай то, что делает твой отец. Знаете, сыночек стоит глазенками в своей морге и говорит, папочка, я утром встал, тебя нету. Я открыл дверь, твои следы. Я просто пошел по твоим следам. Друзья, дорогие, наш Господь Иисус Христос, когда был здесь, на этой земле, Он оставил нам удивительный след, дабы мы шли след во след за нашим Господом. И вот три вещи, о которых Петр здесь описывает, о которых Христос, которые Христос в своей жизни никогда не делал. Ни при каких обстоятельствах, друзья. И Петр, когда уже стал Сидевласом, старцем, когда он взял перо и пишет эти послания страдающей церкви, которая проходит тяжелое испытание, тяжелые трудности, он пишет, «Я вспоминаю, когда я тысячу дней и тысячу ночей был бок о бок с моим, со Христом, когда я наблюдал за Христом абсолютно в разных обстоятельствах, когда видел Его совершенно в разные моменты, он пишет, «Я никогда не помню, я никогда не помню, чтобы Христос где-то, когда-то грешил». «Он не сделал никакого греха». Знаете, я не буду, я не стану говорить, что вы сейчас думаете в этот момент, когда мы читаем этот текст о Христе, что Он не сделал никакого греха. Я скажу, что я думаю в тот момент, когда я читаю этот текст. я сразу начинаю себе говорить, послушай, Николай, но это сказано о Христе, о Божьем Сыне. Он Сын Божий, Он Бог. Безусловно, Ему это не пристало. Но ведь я нахожусь в этой греховной природе. Знаете, я всякий раз, когда сталкиваюсь с моментом борьбы с грехом в моей жизни, я вспоминаю этот текст, и я думаю, Господи, ну я же не Христос. Но сразу же я вспоминаю слова, которые написаны перед этим. дабы он оставил нам мне пример. Он, мой Господь Иисус Христос, оставив мне пример, дабы я шел по следам Его, он не сделал никогда никакого греха. Я понимаю, это трудно. Друзья, я понимаю, это трудно. Но это пример, который оставил нам наш Спаситель. И Петр пишет, чтобы мы в этом вопросе следовали шаг за шагом, следовав след за Христом. Интересно, Иоанн пишет в своем первом послании, в своем первом послании, в последней главе. Очень интересные слова. Это будет 5 глава 18 стих. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Друзья, вот он ответ. Рожденный от Бога не грешит, но когда рожденный от Бога не грешит, когда рожденный от Бога, имея Духа Святого внутри себя, и когда он соприкасается с грехом, а мы каждый день соприкасаемся с ним, когда рожденный от Бога хранит себя, и сила благодати Божьей, которая присутствует в нем, она помогает ему хранить себя от греха. И тогда Иоанн говорит, что в тот момент лукавый к нему не прикасается. Господи, дай нам силы, тогда, когда мы каждый день сталкиваемся с грехом, тогда, когда мы хотим идти след во след нашим Господом, Господи, дай нам силы, силы от Тебя, благодати Твоей, исполни нас силой Святого Духа, для того, чтобы мы умели хранить себя от греха. Даже если ты столкнешься с Ним нос к носу с грехом, Господи, дай мне силы отвернуться от греха, чтобы в этот момент лукавый не прикоснулся ко мне. Это возможно. Взирая на начальника и совершителя веры нашего Господа Иисуса Христа, друзья, это возможно. Идти след во след за нашим Господом. Второй момент, о котором пишет Петр того, чего никогда не делал Христос в своей жизни, он пишет, что когда я вспоминаю моего Учителя, с которым я провел тысячу дней, тысячу ночей, Бог обог с Ним, я не помню, я не помню ни одного случая, и не было лести в устах Его. Когда мы с вами читаем книгу пророка Исаия, 53 глава, там написано, что не было лжи в устах Его. Другими словами, когда Петр пишет, когда я вспоминаю моего Учителя, я не помню ни одного случая, чтобы при каких-то обстоятельствах жизни, может быть даже выгодных в тех условиях, чтобы Христос хоть когда-нибудь сказал ложь, дабы мы шли по следам Его. Он оставил нам пример. Друзья, следовать за Христом порой очень тяжело, но это наша привилегия, это наша радость, это наше благословение, следовать за Христом и в этом вопросе не было лжи в устах Его никогда. Ни при каких обстоятельствах. Петр пишет, я никогда этого не помню. Знаете, я не буду сегодня брать какие-то очень сложные моменты нашей жизни, я попытаюсь как-то показать обычную простую бытовую нашу жизнь, где мы способны допускать грех в нашей жизни в вопросе лжи или лести или обмана. Ну, например, внучка осталась ночевать у бабушки с дедушкой. Родители разрешили. Вечером они пошли в магазин и бабушка с дедушкой или бабушка с внучкой они проходили по магазину и внучка клала в эту тачку, правильно я говорю, или как туда ложила конфетки. И внучечка помнит, что вместе с бабушкой они подошли к кассе, бабушка заплатила денежки, эти конфетки положили в сумку, положили в машину или пешком пришли. И внучка помнит, что бабушка вечером конфетки положила в шкафчик. Прошла ночь, наступает утро, эта внучка просыпается и бегом бабушке, бабуся, я хочу конфетки. И в этот момент бабуся понятно из положительных целей, понимая, что внучка должна сначала умыться, она должна сначала покушать что-то, потом конфетку, бабушка говорит, внучечка, конфеток нету. И здесь внучка решает вопрос, либо бабушка врет, либо бабушка за ночь съела все конфеты. Друзья, обычная бытовая процедура, но думали мы о том, что в тот момент, когда может быть из благих побуждений мы говорим ложь, мы сеем в сердце этого ребенка грех, уча его лжи. Проходят годы, это внучечка или может быть внук, это бабушка, которая уже седовласа, пишет церковь записку, братья и сестры, помолитесь за мою внука, у него завтра будет суд, он попал в тюрьму при таких-то обстоятельствах, он где-то там украл что-то, где-то кому соврал, но бабушка совершенно не думает о том, что когда-то она в сердце своего внука или внучки сеяла эту ложь. И третье, о чем Петр пишет, он пишет, взяв это перо, когда я вспоминаю моего учителя, с которым я пробыл тысячу дней и тысячу ночей, я наблюдал его каждый шаг, я наблюдал за ним каждый его след, я не помню ни одного момента в жизни моего учителя, чтобы, будучи злословим, он злословил взаимно. Петр вспоминает крест, Петр помнит, когда он стоял у креста, он помнит, когда плевали в лицо нашего Господа Иисуса Христа, он наблюдал за этой картиной, и он вспоминает это, и потом пишет это послание, он вспоминает и пишет, я ни разу не помню, когда плевали у моего Господа, чтобы он ответил хоть каким-нибудь злым словом, я не помню тогда, когда в тот момент один из воинов взял копье и бросил моего учителя, это копье вонзилось ему в ребра и кровь потекла, я не помню в тот момент, чтобы мой учитель Иисус Христос разразился гневом и начал проклинатого воина, он говорит, я вспоминаю его и его молитву, Господи, Господи, прости его, ибо он не знает, что делает, он отдает это суть праведному Богу, друзья, это непростой момент нашей жизни, но это тот след, это тот момент, когда мы должны, я бы сказал, для христиан, не всегда это нравится, в момент благодати, когда христиане слышат такое слово, ты должен, друзья, но я скажу, что мы должны, мы обязаны след, во след, следовать за Христом, я подхожу к концу и закончу это слово истории из моей жизни, когда я буду рассказывать некоторые фрагменты, это будет очень коротко, я очень прошу вас, пожалуйста, меня не осудите, я открою вам свое сердце, то, что я переживал, так случилось в моей жизни, что мой родной отец, когда моя мама забеременела от моего отца, мой отец бросил, ушел к другой женщине и образовал другую семью, буквально через очень короткое время умирает моя мама, буквально через короткое время умирает мой дедушка, я остался один с бабушкой, и вот проходит некоторое время, в 15 лет я родился в России, в 15 лет я уезжаю с России, точнее меня увозят, я оказываюсь в Украине, прошел год учебы, это большой город, город Мариуполь, и я возвращаюсь на родину к моей бабушке для того, чтобы провести лето, когда ночью я вернулся, утром встал, меня встретила моя соседка, с которой мы раньше жили, о, Коленька, привет, как здорово, что ты приехал, и она, она начала мне сразу рассказывать про моего отца, за мои 16 лет я никогда ничего не слышал о моем отце, никогда, видимо, очень какая-то была тяжелая боль для моей бабушки, что она вообще ни слова не сказала никогда мне про моего отца, и здесь вдруг эта соседка рассказывает все, что у меня есть отец, мне 16 лет, такой, знаете, юношеский максимализм, такой порыв, более того, она мне дает точный адрес моего отца, я ни слова не сказал моей бабушке, я отправляюсь прямо на поиски моего отца, 16 лет, я его нахожу, я открываю калитку, во дворе стоит машина, стоит мужчина, и мужчина возится с этой машиной, я робко подхожу к нему, как юноше 16 лет, и я говорю, Иван Иванович, здесь живет, он говорит, да, это я, я Коля Пономарев, ваш сын, он знал, что у него родился сын, но у него уже была другая семья, знаете, он обвел меня с головы до ног, подошел ко мне, взял меня за плечо, подвел меня к калитке, открыл калитку и вытолкнул меня за калитку, при этом я не услышал ни одного слова от моего отца, это страшно болит, это было страшное разочарование, в тот момент все это я пережил, Бог дал силы, следующая наша встреча была примерно еще через 16 лет, у меня уже была семья, уже были детки, и вот мы приехали опять проведать моего отца, на этот раз обстоятельства были другие, мы оказываемся в его доме, потому что встретил не он, а встретила его жена, и я уже был христианин, я уже был в служении в то время в церкви в городе Мариуполе, и вот мы сидим ужинаем за круглым столом, напротив меня сидит мой отец, я приехал для того, чтобы, ну, во-первых, увидеть его, показать его моим внукам, особо хотела моя жена его увидеть, но самая главная, наверное, причина, почему я приехал к нему, для того, чтобы засвидетельствовать ему об Иисусе, и вот мы сидим, я ему рассказываю, насколько велик Господь, Бог-отец-сирот, который не оставил меня, который особым образом позаботился, дал семью, дал дом, дал машину, дал абсолютно все необходимое, я показываю величество и могущество моего Бога. Я взял с собой для того, чтобы моему отцу подарить Библию, которую бы он читал. И, знаете, я сижу здесь, напротив меня сидит отец. И вот наступил момент, когда я принял решение, что я должен подписать Библию моему отцу и ему подарить. Я открыл эту Библию, здесь у меня черные такие страницы, а на той Библии Библии были белые. Пожалуйста, выслушайте внимательно, меня не осудите. И когда я взял ручку, я принял решение написать такие слова дорогому отцу в память о нашей встрече. И, знаете, когда я подумал написать эти слова дорогому отцу, моя жизнь протекла передо мной вот в несколько секунд. Я внутри себя слышу голос. Послушай, какое ты имеешь право на святой книге написать дорогому отцу, тогда, когда у тебя прошла такая тяжелейшая сиротская жизнь. Вспомни тебя, как в детстве буцали. Вспомни тебя, как тебя каждая собачка обижала в селе. Имеешь ли ты право на святой книге написать человека, которому предал тебя дорогому отцу. И здесь, внутри себя, я слышу следующий голос. Послушай, напиши на этой книге следующие слова дорогому подлецу в память о вашей встрече. Вы знаете, я поднял глаза на него. Мне хотелось в этот момент подойти и его просто душить. злость овладела моим сердцем. Ненависть полностью охватила всего меня в отношении этого человека. И в тот момент, понимая, что происходит со мной, что происходит с моим сердцем, я сказал, Господи, я не для этой цели пришел сюда для того, чтобы что-то сделать. Я прошу тебя, освободи мое сердце и пошли в мое сердце в этот момент любовь. Вы знаете, я поднимаю глаза, вновь смотрю на этого мужчину и я про себя говорю, это же мой отец. Это мой отец, который дал мне жизни. Он мне дал жизни. Вы знаете, в тот момент я взял ручку и написал дорогому папочке в память о нашей встрече. Будучи злословием, наш Господь Иисус Христос никогда, ни при каких обстоятельствах не злословил взаимно. Друзья, дорогие, вот тут он образец, на который мы с вами должны посмотреть. Это наш Господь Иисус Христос. Никогда. Как бы ни было трудно первой церкви, какие бы испытания не приходили в жизни первых верующих, Петр говорит, не сводите ваши взгляды с Иисуса, смотрите на Него, смотрите, как Он прошел и следуйте за Ним, след во всеми, след до конца дней вашей жизни. Аминь. Аминь. Будем молиться.